Что вообще у православных есть? Сюда положите. Третье. Вот это вот полное толкование Нового Завета, которое сейчас теперь в первой, за 2000 лет появилось, с комментариями на сегодняшний день. Очень часто спрашивают сегодня, даже неверующие люди, а кто благословил, такое слово слышали, да? Вот открываем эти благословения двух епископов. Дальше. Очень часто спрашивают, такие книги дарить, это как можно, это как, кто спонсирует? Ну, на это показывают, 14-й тонн. Вот три строчки прочитаете. То есть это президенты же компании, которые понимают, что книги сегодня исключительно необходимы нашей стране. Отдельно, это вот, слышали, священник был убит, Александр Мень. Это мои личные собеседы. Их нигде больше нет. То есть они, эти книги, в своем роде абсолютно уникальны, ниоткуда не списаны. Вот эти фотографии какие. Я начальник детского лагеря, 40 лет. Без помощи государства тысячи детей подняты. Вопрос, слушай, был бы решен, если везде мы начали этим заниматься. 17 тысяч сел в России исчезло. Мы стали восстанавливать с нуля. Получили землю, статус, интернет, школы, храм. Все построено на свои деньги. Это у нас храм, это я проповедую, в храме стоят люди. Православные люди. Видите, какой... Вот это книги мои на столе лежат. Как одеты. Здесь вот если... Так, минуточку, покажу. Главным ключом, как бы, ко всем книгам является вот эта книга. До слова Божия нет уст. Она вышла в втором издании. И вот эти три. Пост на подарок патриарху, Путину и Медведю. И мне говорили, даже будто в библиотеке у них видели. Видите, здесь вот это я стою с мэром города. Мэр входит в лучшие десятки городов в Один. В России. Это я с патриархом. Вот ясно, что это не на улице такие фотографии. Спрашивают очень часто, а где издается. Вот откроем к истинному православию. В концовке тут указано. Горно-Алтайское. Материал для этой книги, предисловие написано, собирался 40 лет. По разным академиям, по строчке буквально. Это за 2000 лет 300 томов перемолоченные, с которых выжато все. Вот заголовок. О чем? О дисциплине. О воспитании детей. О церкви. О крещении. О священстве. Все вопросы здесь. Это как настольная книга для любого семинариста. Вообще для человека. Отдельный том посвящен мусульманству. Видите, какой огромный труд. Это за 1300 лет все, что было сказано о них. Коран разбирается по сурум-айятам. В сравнении с Библией. Никаких нападок. Здесь все открыто, чисто. Это дети. Тут одна пять или шесть пород куриц держат. И пришли ребятишки. Просто интересно. Это у нас на улице собрание было. Это девочка, видите, пасет. Вот как возрождается земля. Сегодня можно только мечтать об этом. Ну, это краска бывает, слепляется. А это дети у меня учатся делать искусственное дыхание. На берегу, где купаются. Это перемещаем телеву, чтобы в расчеремуху. Как с детьми заниматься и почему. Это воскресенье отдыхает. Это просто необходимо. Это в пятницу косер картошка. Вот. Еще. Вот эта вот книга, о которой я сказал. Очень нежелательно ее давать на руки. Ее, кто связан с литературой, там, журналисты, они сразу ее забирают. Триста лет, триста поэтов России, что по определенной теме они сказали. Вот они, поэты. Ну, Анну Ахматову знают, Абальман-то мало кто знает еще. Крылова знает. А спросили этого, кто тут, жемчужиков или кто. Видите, кто сколько жил, выставлено. Вот. Ну, я в разных университетах вел занятия. Студенты задают вопрос. Вопрос. Я на него отвечаю. Дальше. Что об этом говорил такой-то поэт? Допустим. Их участие в революции. Дальше. Что об этом Библия говорит? Второй поэт. На каждый вопрос шесть поэтов за триста лет. Знаете, без Евгения Евтушенко я не скрываю даже это. Мне не стыдно сказать, что не осилить. Главная база собрания стихов, просто в кучу собрать, это он помог. А уже дальше вот этот разнос, это уже моя работа. Шесть поэтов. Вот считайте, кто здесь? Усоцкий. Вот. Дальше считаем. Опять, что говорит Священное Писание Библии? Опять. Следующий поэт. Это понятно. Тогда в наших глазах этот поэт выглядит совершенно не таким, как мы знаем. А в войне, допустим, где сразу что сказал Высоцкий, что Симонов, что Исаковский. Это определенная редкая тема. Итак, 26-й том требует охраны. Только здесь. Так, в этих же книгах 3467 моих стихотворений. У меня отдельная книга. Сейчас стихов 80, положим на музыку. Это все в интернете. Я там вам положил интернет. И еще, где у нас этот мешочек-то? Откройте. С вашего согласия мы вам оставим приглашение в вашу библиотеку. Мы ставим библиотеку, я нередко говорил, нередко выше администрации. Потому что необразованный человек, он никому не причиняется. Вот такие вот, такого содержания, посмотрите. Когда будут вам люди приходить, давайте. Внимательно прочитайте. Если согласны, мы вам отдельно положим всем приходящим, чтобы каждый мог взять и знать. Да? Не против, да? Покажите, где мы можем положить на какое-то кресло, может быть. Ну, можно туда, на кафедру, где у нас сочетатели. Так, посмотрим, все. Какие-нибудь вопросы есть? Да нет пока нет. Тем более все данные. Телефон, интернет. Значит, в интернете вы найдете вот наши беседы с убитым священником, Александром Мениным. Дальше. Там сняты она с фильмы. Фильм один, Золотого из Потеряевка, это деревня, которую строим, и мое прозвище. Он занял первое место в России. Второй фильм, перечислился, занял первое место на международном киноконкурсе. Это уже не наша оценка. Ни о нашем губернаторе, ни о другом, ни о Путине фильмы не заняли первое место. Почему? Люди увидели, именно это нужно. Самоотвержение и труд. Молитва и труд. Вот то, чем мы занимаемся. Какие я походал, доехали до Москвы, до Байкала, и мы вернулись. Нам пользы никакой нет. Но это мой народ, моя страна. Я весь свой талант отдаю для этого. Вот отдельная книга, я второй том не вижу. Он зеленый лежит. Это как беседы с разными сектантами. Подходят по домам образовывать. Как дать им понятие. У меня многие пришли и стали православными батюшками, священниками работать. Но это труд, не каждому по плечу, это если Бог благословит. Можно, конечно, суетиться делать, но результата никакого. Но тут Бог показал свое чудо. Вот у вас, допустим, есть старая брязь, а не в гараже. Желтый, один цветом. 380 лет. И никаких нападок. А именно, от каждого взять лучшее. Вот я показал мусульманские. Они зеленый свет любят. А она зеленым светом. Это все книги одно название, но у всех разный цвет. Вот это вот, 23 том. Евреи любят золото. Вот, пожалуйста, золото. Что об евреях 3600 лет было сказано? Их талмуд разбирается в сравнении с Библией. И мы можем прийти к единомыслию во всем, если у нас будет любовь. Это рефреном везде просто идет с большой буквы. Любовь. Любовь в самоотвержение. Увидеть нужду другого. Не свою только, а тех, кто жил, кто живет и кто будет жить. Вот то, что мы делаем. Спасибо. Последняя просьба. Выйти с нами сфотографируйтесь на крыше. Ну, пойдемте. Так, в мейл.ру, если будете, запустите Игнатий Лапкин. И в октябре я буду там. Там 3000 фотографий о нас. 530 роликов. Так, уходи. Так, спрашка-то моя уколопили? Нет. Так. Все, уточните, куда положить приглашение. Так, куда там. А, да, да. Положим. Так. Думаю, подставить, я и свою. Просто их привычки для детей. Вот здесь вот, чтобы ташкоголку надить. Хорошо. Больше тут никогда не видно. Видать, вроде, хорооо. Надо здесь видать. Видать. Ну, все. Слава Христу. Вы знаете, дорога здесь на горный Алтай скисом? Да. Огьяна. А вы на машине? Да, наша машина стоит здесь. Вы уже все хотите выехать, да? Да, да. Следующая у нас остановка должна быть там. Мы дома приближаемся. Вы вообще никак не ориентируетесь, да? Это же я вырву. Это ваше земля. Я бы не ерву. Ну, вот вы сейчас доезжаете до хлебокандината. Знаете? Да. 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 Да.